Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Бутагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Первый месяц нового 2016 года уже позади, но в Казахстане он не был похож на новогодние каникулы или раскачку после главного праздника года. Активная часть нашего общества обсуждала сразу несколько важных тем января. Арест из суд над двумя активными пользователями социальных сетей за провокационный пост в Фейсбуке, странный арест журналистов оппозиционного сайта накануне Киезет, еще один суд, который закончился несправедливо, по общему мнению активистов общества, в частности, наказание за превышение необходимого предела самообороны. Естественно, всех коснулась тема кризиса, только ленивый не следит за ежедневным ростом доллара и падением национальной валюты тенге. И, наконец, в начале года депутаты Мажелиса, Нижней палаты парламента, удивили свой народ решением самораспуститься. Выбор нового состава Мажелиса назначен на март текущего года. Последней в этом ряду событий стала очередной темой для сарказма, шуток и ироничной аналитики политической ситуации в Казахстане. В этом словесном потоке со стротами в адрес Мажелиса и возмущением по поводу судебной системы Казахстана и прочего моментально утонули редкие призывы выразить свою гражданскую позицию более активно, вне виртуального мира, в так называемом Майдане. Но ни экономический кризис, ни политические игры не вывели народ Казахстана из себя. Я объясняю это тем, что с одной стороны в Казахстане сложился класс, которому есть что терять, с другой граждане страны переполнены страхами, лишены всяческих амбиций, отсюда и отсутствие оппозиционных партий в стране. На митинги периодически выходят только так называемые ипотечники или должники банков. Но на мой взгляд это еще одно подтверждение инфантильности и безграмотности части общества, которая не хочет нести ответственности за свои поступки. Берете кредиты, будьте готовы их отдавать. Тем временем, единственное, что остается в этой ситуации относительно активной части общества, острить на тему политических и экономических событий в стране. Что мешает появлению сильного гражданского общества в Казахстане? Этот вопрос я задаю Тулганаеву Беталиеву и известному казахстанскому политологу. Ну я могу отмечить несколько факторов. Первый главный фактор, на мой взгляд, это слишком сильная или серьезная даже опека со стороны государства, гражданского общества. У нас есть централизованная система управления, и власть считает, что гражданское общество – это часть этой цепи. И из этого она со всех сторон ее контролирует, и определенные нормы юридические в итоге гражданское общество не развивается. Вторая причина, я думаю, лежит и в самой плоскости гражданской культуры. Мне кажется, наше гражданское чувство находится в глубокой спячке и никак не может проснуться. Вернее, даже если что-то просыпается, тут же какой-то сверху пресс, да, или там уголовное наказание, или еще какое-то наказание, и в итоге мы опять засыпаем. Пока вот эта гражданская культура, чувство внутри не проснется, гражданское общество тоже развиваться не будет. Ну и третье направление, третью причину я бы назвала, мы привыкли строить отношения гражданского общества и государства. Тогда как в качестве партнеров могут выступить и другие субъекты, да, это и партии политические, это могут быть и бизнес-структуры. У нас бизнес как не проявляет интереса гражданскому обществу, так и гражданское общество не проявляет никакого интереса к бизнесу. Хотя изначально, если посмотреть историю гражданского общества, она как раз-то развивалась из бизнес-структур. Что заставило власти пустить тенге в свободное плавание и достигли тенге уже своего дна? Я обратилась к этим вопросам Денису Кривошееву, экономическому эксперту. На сегодняшний день очевидно, что дно, необходимое дно для рынка, оно достигнуто. Тенге упал до отметки 380 и ниже, ударился об эту отметку и поднялся вверх. Это вполне логично для свободно торгующейся валюте, особенно если нет никаких экономических предпосылок для дальнейшего падения. Можно относить к ним и цену на нефть, которая уже ниже, как мы понимаем, не упадет. Можно относить другие факторы, но все-таки я придерживаюсь позиции, что долгое время стоимость производственных сил в стране была намного дороже, чем их эффективность. И то, что мы видим, как раз-таки результат чистой воды выравнивания этих отношений, когда ничего не влияет, когда нет излишков, происходит стабилизация, либерализация и прочие ция, которые позволяют этот рынок привести в нормальное человеческое состояние. То есть, по сути, этот кризис и то, что Денис стал так стремительно падать, это совершенно логичные процессы, да? Более того, опытные экономисты давно предсказывали подобное стечение обстоятельств. Мы с вами можем посмотреть разные таблицы, из которых будет очевидно, что долгое время тенге не компенсировал своей стоимости инфляцию, например, и накопленный ее объем уже в два раза превышал его стоимость. То есть, как раз-таки 380 тенге, это тот самый случай, когда инфляция была просто отыграна, неучтенная. Сейчас мы присутствуем в процессе стабилизации, ну, хотя бы временной стабилизации, когда тенге вроде как нащупал что-то, понятно, если государство сегодня откроет длинные деньги, потому что взять нам больше их неоткуда, только у государства, все-таки объявит программу качественного смягчения, на что мы надеемся, то все начнет более-менее стабилизироваться. Чем вызвано решение самороспуска мажориста, что дает народу и куда идет Казахстан? Как вы думаете, Пулганаева, Миталиева, политолог? Я думаю, что прежде всего, конечно, это должно быть по закону, по конституции. Конечно, они должны были состояться в конце года, выборы, но по идее 2016 год это выборный год, поэтому они должны были состояться. Во-вторых, выборы это определенное обновление, как управленческого состава, так и обновление партийных списков. То, что в нашей системе управления будут новые люди, это очень хорошо, учитывая, что экономический кризис, нам нужны новые программы, новые свежие идеи, и поэтому я думаю, что парламентские выборы нам нужны были, вот с этой точки зрения. Итак, что у нас есть? Партия власти Нур-Отан, ни одной харизматичной политической фигуры, не считая президента, 127 кандидатов в депутаты Мажелисом. Именно этот список и стал предметом для острот, ведь он состоит, как обычно, из действующих государственных функционеров, и в качестве противовеса в список вошли известные спортсмены и представители шоу-бизнеса. На мой взгляд, отличный пиар-ход власти, чтобы отвлечь народ от кризиса и сопутствующих проблем в стране. Пока интеллектуалы в социальных сетях соревнуются в остротах и хитстве в адрес новых политических персон из мира спорта и шоу-бизнеса, все забыли о том, что в Мажелисе не осталось оппозиционных сил, собственно, не только в парламенте, но в целом на политическом поле страны. Впрочем, голосовать рядовые избиратели будут за весь список в целом, так что, по сути, никто из нас не влияет на результат этих досрочных парламентских выборов, да и выбирать Танейского. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была быта гостья Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице iwpr.казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно. Субтитры создавал DimaTorzok